мы поговорим об инфраструктуре интернет сначала мы поговорим о физической основе провода протоколы как она передает информационной инфраструктуре то есть системе dns и все что с этим связано но и в конце всяком разном как устроен интернет вот ну обычно начинает со списка литературы есть совершенно замечательный документ вот там внизу ссылочка вписано как он зарождался да как он развивался как он устроен сейчас так далее там много страниц да очень такой он крит но всем рекомендуем 3 типа читать потому что там в википедии не прочтете есть всякие истории связанные со всякими коллизиями конфликтами среди но это вполне такая тема любопытно интересно рекомендую зайти почитать и так значит вставляю с точки зрения инфраструктуры интернет современный да это несколько банальностей таких да то есть это глобальная публичная сеть которая объединяет на середину 20 дней что приблизительно несколько миллиардов хостов принято считать что вся вот эта вот история вся эта инфраструктура начиналась в 1969 году сети сказочников много да так сказать соединенных штатах их тоже хватает потому что конечно современный интернет и арпанет которая была в 1969 совершенно на разных принципах и совершенно по-разному функционирующий но тем не менее считается что арпанет является такой притечи современного интернета значит вот она началась в 1969 да значит потом эстафетную палочку у арпанет подхватила нсф нет 1984 году на самом деле любопытная штука потому что основные протоколы вот тси пи пи и так далее да вот эти стандарты в том числе вот 1 руси так называемый репест фоколинс они были с 80-х годах 83 84 85 годы поэтому ближе к современному интернету на самом деле поскольку в основу сети были пол семейства tcp айпи а вот тем не менее так сказать арпанет существовала в этот момент и как раз вот в 80-х годах рассматривался вопрос о переходе стек протоколов тси пи 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 значит вот грубо говоря современный интернет в вот в этих 1980-х годах и начался на самом деле сейчас у нас следующая реинкарнация интернета этой на прямую айпи в 4 айпи в 6 просто несовместимы то есть вам надо либо строить туннель допустим айпи в 4 через айпи в 6 или наоборот либо на хастах и вообще на любом оборудовании которое включено в сеть то есть напрямую современно пакеты в сети айпи в 4 не сможет передавать поэтому современный интернет от такая как бы такой кентавр состоящий из сети айпи в 4 айпи в 6 и соединений между ними значит тут важный момент вот какой до 1994 года так называемый публичной сети как ее вот принято сейчас называть вообще говоря не было но 1994 году началась приватизация интернета приватизация заключалась в том что вот эти вот перечисленные на слайде сети получили право момент что в это это как раз начало приватизации но условно говоря железа то есть когда вы физически могли подключиться к сети установить потом жене и начать с 50 сетью работы вот информационная инфраструктура она реально тоже развивалась в это же время так сказать у нас появился world wide web у нас гораздо раньше появилась система dns значит у нас был единственный провайдер услуги именно только solution но как раз вот с 90 с 90 по 98 год происходит как раз изменение в этой части у нас появляется то есть начинается бунт комов начинаются всякие дрязги и споры по поводу того а не того к солюшину раздавать доменные имена за денежку 100 долларов стоила тогда регистрация в зоне ком вот не а приватизации всей этой истории то есть предоставление услуг регистрации доменов на конкурентной основе и у нас появляется организация айкэн то есть международная корпорация по назначению номеров и он и в эту самую айкэн из университет передаются так называемые и она фанкшенцы что сейчас принято называть вот интернет гава и нас и прочие вот вещи то есть вопросы связанные с регулированием распределения адресного пространства просто связанные с регулированием регистрации доменных имен и вот всего этого что называется информационная инфраструктура и на самом деле параллельно с этим появляется еще одна интересная организация которая называет появилась гораздо раньше она лишь появилась тогда когда появились первые можно сказать тогда зародились основа стандартизации то есть появляется интернет инженер групп назвал такой некий институт общественные дамы по установлению стандартов сети интернет вот этих самых россии то есть реквеста комикс в котором собственно эти стандарты записываются на самом деле не все и россии выявляются стандартами да там есть так называемый стандартный трек куда попадают собственно стандарта существует еще там здоровенные треки драфтов всяких разных приложений и так далее так далее тому подобное и вот это все крутится и от публичных протоколов в рамках интернет значит но когда говорят об инфраструктуре нельзя обойти так называемую модель до значит и обычно идет отсылка к так называемой 7 уровневой модели open system интерконнектор который на самом деле появилась в восемьдесят четвертом году то есть гораздо позже стыка протоколов то есть сначала все-таки появился стык протоколов тси пи ай пи кроме него была масса других публичных сетей тут же скажет скажем дэкнет или например например битнет в Европе вот вот обобщено развитие этих сетей и на основе архитектуры СНА была при это архитектура отебе была предложена вот эта самая модель open system интерконнектор значит модель tcp ip то есть как бы степ протоколов интернет она не совсем совпадает с этой самой модели оси которые собственно во всех наших вузах учат и то есть момент первый tcp ip появилась гораздо раньше чем семероуровневая модель оси оси опубликовали в восемьдесят четвертом году остык tcp ip появился аж в семьдесят девятом поэтому в некотором смысле хронология которую учат в институте она не совсем верна да когда отображают tcp ip на модель оси вот и на самом деле в свое время nsfnet рассматривал вопрос переход на семиуровневую модель вот но поскольку уже было достаточно много приложений написано к восемьдесят четвертому году ну в основном это приложение связанные с передачей файлов электронной почтой потому что конечно никакого world wide web восемьдесят четвертом году еще не было значит решили все таки не переходить на на семиуровневую модель и остаться вот в рамках стек tcp ip вот и на самом деле с boom dot com там параллельно развивались так называемые протокольные войны то есть войны сетевых протоколов и вот наличие приложений в стеке протоколов tcp ip достаточно большого приложения в основном конечно world wide web и браузера мозаик которые центр суперкомпьютерных вычислений в штатах сделал они собственно решили исход этих войн и степи айпи стал таким доминирующим и на этом собственно к 90-м годам вся эта история с войной протоколов сетевых она закончилась и по факту интернет на основе степи айпи он стал доминирующим значит на самом деле если все таки проводить сравнение то мы имеем в стеке tcp айпи условно говоря четыре уровня уровень взаимодействия с сетью значит уровень взаимодействия с сетью мы имеем на самом деле это соответствует канальному уровню ну какие протоколы здесь у нас есть это во первых когда вы подключаетесь то как правило вы взаимодействуете то есть у вас компьютер использует протокол dynamic host configuration протокол dhcp да по которому вы получаете айпи адрес своего хоста айпи адрес шлюза через которого ваш хост будет пакет пересылать ну и айпи адрес обычно сервера доменных имен или там несколько серверов через которые вы будете разрешать так называемые ну резолвить да доменные имена значит это первая история вторая история которая на самом деле связана с маршрутизацией пакетов это протокол ARP address resolution протокол это когда на самом деле ставится соответствие между айпи адресом и мак адресом медиа адрес control да вот у каждого сетевого интерфейса есть свой уникальный мак адрес вот этот вот значит и на самом деле вот ARP протокол он ставит соответствие между этим самым мак адресом и айпи адресом как происходит мы чуть позже посмотрим я просто к тому что следующий уровень это уровень межсетевого обмена вот с точки зрения сети сетей а интернет это сеть сетей да это самый важный уровень и протокол айпи да интернет протокол неважно какого версия ipv4 ipv6 это без разницы совершенно это протокол как раз об этом то есть у вас есть прозрачная сквозная адресация хостов и ресурсов вне зависимости от того в какой сети вы находитесь потому что айпи адрес получается универсальным но на самом деле когда мы говорим вот об этом межсетевом обмене то самое главное в этом адресе на самом деле это не адрес хоста потому что по сути внутри сети это номер хоста да а важны так сказать говорить об адресе сети потому что на самом деле в межсетевом обмене у вас пакет ну любое сообщение да она передается из сети в сеть а уж потом она там определяет в какой хост она попадет то есть важно как пакет идет межсетями и вот всегда надо помнить что интернет в первую голову это сеть сетей а вы там включены как правило свою локальную сеть и вот эта сеть локальная сеть собственно и включается в интернет и когда вы передаете пакет там условно говоря своему коллеге где там где то и он не находится в вашей например приватной сети да то вот именно в этот момент и появляется движение пакета до его транспорт межсетями и он может там в результате пиринга сети в сети попадать там в результате транзита и так далее но именно вот здесь и проявляются свойства интернет протокола именно здесь основной функционал стэк протокол в цепи но транспорт это уже более простая история то есть по факту у вас есть две возможности как бы собирать сообщения из пакетов да это первая история это так называемая модель потоковая да протокол TCP transfer control протокол где у вас механизм контроля целостности сообщения встроен непосредственно в протокол но на ненадежных соединениях иногда это бывает слишком затратно то есть вот как вот сейчас у меня рвется соединение да постоянно это означает что вообще говоря через сеть ходит множество пакетов которые по большому счету у нас с вами в диалоге не используются вообще никак потому что пакет подается приходит отлуп что сообщение собрать нельзя сообщение снова заново начинает посылаться и так далее так далее вот этого вот служебного трафика оказывается очень многое и попускная способность сетей вообще канал забивается этими служебными сообщениями вот в этом случае очень часто использую как раз юзер дейтограм протокол когда сборка целостного сообщения контроль целостности сообщения оно лежит на приложении а не на модуле который обеспечивает собственно сам протокол в результате как раз вот этой истории ну например тот же днс он у нас работает как раз по удп значит network file system работает по удп и так далее то есть вот в сетях с ненадежной связью или же там где связь супер надежная и не хочется тратить ресурсы на верификацию на уровне протокола вот там как правило используется вот этот самый юзер дейтограм протокола это то что касается транспорта ну и последний уровень это уровень приложений на самом деле вот здесь самое большое расхождение между стеком протоколов TCP IP и вот семиуровневой модели потому что вот и уровень сессии и уровень передачи данных и собственно само приложение оно вот туда в эти самые уровень предложить приложений стеки протоколов TCP и уходят то есть например если вы возьмете тот же hypertext transfer protocol да с приписочкой security да на конце когда вы используете TLS так называемый transfer layer security да ну современные так сказать сайты у вас как правило в современных браузерах без HTTPS открываться не будут то как раз у вас здесь и появляется и контроль сессии да это когда у вас там куки ходят туда-сюда потому что HTTP это так называемый connectionless протокол а сессию надо поддерживать соответственно ее как-то надо контролировать да так сказать и у вас там используется кука и шифрование канала у вас используется соответственно у вас появляются протоколы собственно передачи уровень передачи данных и представление данных по-другому еще он называется и только потом уже когда вся эта секьюрность снимается у вас появляется HTTP пакет да HTTP сообщения там с заголовком с его содержанием с которым вы начинаете уже ваше приложение точнее начинает работать так что на самом деле все эти уровни семиуровневые модели в TCP IP они тоже есть только они по-разному совершенно разбиты но в последнее время вот при развитии приложений которые работают поверх степи мы наблюдаем уплощение этого стека то есть как бы сокращение количества элементов стеки потому что например ну транспорт TCP UDP да так сказать HTTP если посмотреть на последние тенденции то переход при надежной связи на протокол UDP позволяет прямо здесь так сказать совместить транспорт с частью функций приложения и таким образом так сказать уплощить этот самый стек ну так сказать вот разработки Google они как раз с этим и связаны и так вот общая табличка да с протоколами с соответствием между TCP IP да и моделью оси значит кто за что отвечает то есть есть примеры этих самых протоколов посередине столбик и справа у нас тот кто занимается установкой правил да ну вот так сказать за за номера маршрутизацию да распределение адресного пространства вот здесь ICAN отвечает а за стандартизацию всего этого дела вот самая правая колонка это у нас как раз и ETF ну и то что касается самого HTTP да это triple w consortium это вот V3C именно они как правило здесь и задают стандарты вот тут есть такой момент вот 3GPP там вот да где и ту и е да и 3GPP вот я бы тут вот этот самый 3GPP выделил отдельно потому что это стандартизация протоколов сотовой связи и на самом деле современная сотовая связь все больше и больше погружается в технологии как раз TCP IP в том числе что даже и информационная инфраструктура в части получения например адресов аксесс-поинтов адресов точек шифрования передачи внутренней информации разрешения имен оно начиная завязано в сетях LTE да 4G и 5G на технологии которые сейчас с успехом используются в стакете TCP IP ну в частности тот же DNS и этот DNS вот в этих сетях он становится одной из основных таких базовых технологий там он правда используется нет для получения IP адресов да для соответствия между именами и подстановками в результате которых получаются собственно получая осуществляется резолвинг в вот в эти самые access point но тем не менее как бы общий подход и общая технология вот такого распределенного распределенные географические и база данных которая является система DNS она там тоже применяют как она на самом деле работает вот что называется такой на пальцах вариант да представления такой несколько упрощен вот есть условно говоря домашняя сеть да вы там подключены к какому-то своему домашнему роутеру вот обращаю ваше внимание что роутер да это принципиальный момент потому что именно он осуществляет передачу пакетов из вашей сети да куда-то дальше в другую сеть вот этот самый роутер он не просто так называется роутером он осуществляет функцию маршрутизации то есть он определяет как пакет на самом деле в сетях ходит то есть если вам надо что-то с вашего смартфона передать на ваш компьютер в общем не обязательно пакет передавать куда-то наружу и вообще говоря подниматься там или опускаться ниже там какого-то уровня стэка вот решение принимают роутер да это обычно так называемый шлюз умолчания для вашей сети именно он так сказать отправляет пакет туда что называется для вас интернет появляется на самом деле интернет сервис провайдер до которому вы подключены как правило это какой-то локальный провайдер ну и в интернете это принято называть так называемый провайдер уровня 3 или так называемый tier 3 оператор в принципе конечно если вы сразу подключены к ростелекому или там например мтс или билайн то вы можете попадать сразу на уровень tier 2 то есть на самом деле на регионального или национального провайдера да на некий канал или там магистраль которая у вас существует в рамках большого большого оператора который дальше уже подключен непосредственно так сказать провайдерам которые обеспечивают общую связанность интернетом поэтому здесь я нарисовал tier 3 tier 2 ну неважно если домашние сети это будет tier 3 или там какая-то локальная городская да если это будет вот кто-то типа мтс билайн или 2 там транстелеком или ростелеком то это будет уже tier 2 и вот тут у нас уже появляется tier 1 оператор к сожалению вот так немножко закрыла значит здесь надо дать некоторое пояснение потому что tier 1 оператор это операторы типа конжента теле и так далее то есть операторы на самом деле которые собственно представляют из себя основу самого интернета вот если взять tier 2 tier 3 оператора для подключения к интернету скажем так большому интернету для передачи пакетов ну например в штаты куда-то там или допустим в японию или даже в европу на самом деле нужен посредник так называемый upstream через который эти пакеты туда пойдут а вот для tier 1 оператор да их 16 штук на самом деле вот никакого посредника не надо и вот эти операторы так сказать они не пользуются так называемыми услугами транзита когда нужен кто-то через кого надо посылать пакеты да tier 1 операторы они используют так называемую историю которая называется пирингом то есть они просто обмениваются данными друг с другими и тем самым обеспечивают связность всего интернета и так вот для вашей домашней сети нужен upstream в виде оператора tier 3 tier 2 для того чтобы пакет попал в интернет да для операторов уровня 3 и 2 то есть tier 3 tier 2 нужен посредник тоже upstream в лице tier 1 оператора вот а вот tier 1 оператор никакого посредника не нужно так сказать он просто передает данные другому tier 1 оператору и дальше они уже вниз спускаются к адресату вот так вот приблизительно оно устроено все значит ну принято конечно еще разделять сети да на персональные локальные так называемые ну проводные локальные сети да или большие сети да wide area network вот вот все это достаточно условно скатерия бывают большие не очень большие поэтому правильнее все-таки мыслить и представлять себе вот взаимодействие сетей вот в представление вот этих самых операторов tier 3 tier 2 и tier 1 но на самом деле вот значит мы нажали у нас появился вот этот самый пакетик значит тут одно маленькое отступление значит сети TCP IP это так называемые сети пакетной коммутации значит есть еще сети канальной коммутации ну например телефонные сети значит какая разница между этими сетями с чем суть и в чем разница между сетями пакетной коммутации канальной коммутации значит в сетях канальной коммутации Сначала вы устанавливаете маршрут, то есть точнее устанавливаете физическое соединение, то есть вы на телефоне набираете, у вас дзынь-дзынь-дзынь, потом идет гудок. Вот гудок означает, что на самом деле вы установили соединение, а если у вас частые гудки, то соединение установить не удается. И начать разговор вы можете только в том случае, если появился протяжный гудок и, соответственно, есть соединение, на том конце есть абонент, он снял трубку и после этого вы начинаете обмен информацией. Значит, это сети коммутации канала. Значит, если говорить о сетях коммутации пакетов, то здесь все устроено приблизительно как в дорожном движении, то есть вы сели в машину и поехали. А будет перекрытие там в районе Кремлевской набережной или не будет, этого вы не знаете, это вы узнаете только тогда, когда начнете приближаться к этому месту. Ну и вас куда-то там товарищ с полосатым жезлом может перенаправить. Вот на самом деле пакет, когда отправляется хостом в сеть, то вообще говоря, по какому маршруту он пойдет, заранее неизвестно. Сам маршрут выбирается в так называемых вот этих хопах, на самом деле на маршрутизаторах или на роутах. И они определяют каждый момент времени, куда пакет будет направлен. Определяют они в соответствии с таблицей маршрутизации, которая передается между так называемыми источниками, которые поддерживают так называемый протокол, border gateway протокол, четвертой версии, это BGP. То есть они обмениваются этой таблицей и таким образом на каждом маршрутизаторе есть такая таблица, в соответствии с которой он пакеты и направлен. Значит, но на самом деле, когда хост отправляет пакет, то в этом пакете, если это сеть TCP IP, то грубо говоря, есть MAC адрес хоста, есть IP адрес хоста и есть IP адрес хоста назначения. То есть хоста отправления, хоста назначения. Но MAC адреса хоста назначения там нет. Соответственно, используется протокол ARP. Он посылает так называемый широковещательный ARP запрос и спрашивает, у кого вот такой MAC адрес. Значит, если кто-то отвечает, пакет из локальной сети не уходит, то есть он придет на соседний хост. Но если никто на широковещательный ARP запрос не ответил, то тогда пакет пойдет на, по маршруту умолчания, на шлюз умолчания, то бишь на роутер. И он пойдет на роутер. И роутер начнет принимать решение. Что это такое? А как он принимает решение? Он видит, что пришел пакет. Почему-то к роутеру. При этом, на самом деле, IP адрес у этого пакета вовсе не адрес того порта, на который он пришел. Соответственно, нужно как-то отмаршрутизировать пакет. Соответственно, если в локальных сетях, к которым подключен роутер, он может быть подключен не к одной, как здесь на картинке, а к нескольким сетям локальным, так сказать, нет соответствующего IP адреса, то тогда принимается решение отправить его по маршруту в другую сеть. Можно нажать. И пакет уходит в другую сеть. Соответственно, роутер местный начинает думать, этот пакет относится ли к его локальной сети. Ставьте, нажимаю, нажимаю дальше. Не, не относится. И он отправляет его к другому роутеру. Там уже в этой сети находится MAC адрес хоста, который должен получить этот пакет, да, ну, то есть ставить соответствие между IP адресом и MAC адресом. И, соответственно, пакетик прилетает на тот хост, на который он и должен прилететь. Вот сюда. Итак, значит, во всей этой истории используются две важные таблицы. Это ARP таблица соответствия IP адреса MAC адреса локальной сети. И дальше IP-шник, который вы получаете в самом начале, когда к сети подключаетесь, это IP-шник шлюза умолчания. Да, и на самом деле таблица маршрутизации, да, когда определенным адресам сетей, на самом деле определенным префиксам, мы об этом чуть позже поговорим, ставятся в соответствии порты, через которые эти пакеты должны отправляться. То есть реализуется политика маршрутизации. Вот таким вот образом работает вся эта штука. Вот то, что вы сейчас видели, это на самом деле у вас получается транзит из ASP1 через ASP2 к ASP3. То есть на самом деле вот таким образом осуществляется транзит трафика от интернет-сервис-провайдера 1 к ASP-сервис-провайдеру 3 через транзитную систему интернет-сервис-провайдера 2. Сначала про адреса. Значит, итак, мы поняли, что самое главное во всей этой схеме передачи данных – это протокол IP, в который зашиты адреса хостов. Ну, в данном случае пример приватных адресов, да, да, причем еще в стандарте протокола IPv4, а не IPv6. Вот, но тем не менее для Российской Федерации IPv4 пока это наш, так сказать, основной протокол. Все-таки сетей, построенных чисто на протоколе IPv6, сейчас у нас мало, поэтому мы будем рассматривать всю эту историю вот вокруг этой штуки. Итак, значит, есть публичные адреса, да, они использовались на той схеме, которая у нас была, а есть так называемые приватные адреса, они используются для построения либо распределенных приватных сетей, либо просто для построения локальных сетей. Ну, значит, с этими адресами пакеты никуда не уедут. Вот на предыдущем примере пакет куда-то уехал, да, так сказать, из-за дно от ASP1 к ASP3. А вот если использовать эти адреса, если там нет какого-нибудь тенулирования или какого-нибудь, чего-нибудь типа НАТО, да, на ток адрес резолюшена, то есть когда строятся туннели через публичные сети, то вот с этих адресов ничего никуда не уедет. Итак, значит, почему я это показал? Потому что, на самом деле, сама история с IP-протоколом, она тоже претерпела к современному состоянию определенные пертурбации. Сначала у нас были так называемые классфул маршрутизации, то есть так называемая маршрутизация, основанная на классах сетей. Ну, проще всего это показать как раз на приватных адресах. Вот, например, сеть 10.001, которую многие наши провайдеры используют, это если ее не использовать с маской, да, вот слэш 10, слэш 12, 16, которые здесь вот есть на других строчках, то на самом деле это сеть класса А. То есть что значит сеть класса А? Это означает, что номер сети – это первый октет, это первый октет до точки, да, и сзади там три октета у нас – это номера хаста. Да, вот здесь, да, совершенно верно. Значит, три октета используются для номера хаста в сети. Значит, изначально такими блоками интернет раздавался, так сказать, университетам, там, исследовательским центрам, того же NSFnet. Ребята, понятное дело, что такое количество адресов проживать одна организация не может в принципе. Соответственно, когда интернет стал публичным, что стал вопрос. «Ребята, у вас там куча адресов, что называется, не используется, а у нас их уже не хватает». И вот это происходило не только с сетями класса А, это происходило и с сетями класса Б. Это вот та строчка, где 172.16.00. Значит, вот это вот сети класса Б, когда номер сети, номер сети, да, это первые два октета, а номера хастов внутри этих сети – это вот следующие два октета, да. Значит, вот это сети класса Б, в них тоже был избыток адресов. Ну, в частности, например, у меня есть такой опыт, да, потому что, например, Курчатскому институту была выдана АРИНом, это американский интернет-реестр, которым потом было поручено раздавать адреса по Северной Америке, да. Но тогда, так сказать, он раздавал их, как бы не было еще вот этого деления на региональный интернет-реестр, и тогда можно было получить эту сетку АСБ, и Курчатский институт ее получил. Так вот, и там было большое количество неиспользованного адресного пространства. Единственная сеть, которая достаточно плотно использовалась, это сеть класса С. Здесь она представлена приватной сетью 192-168, да. Значит, на самом деле, ну вот когда тут написано слэш-16, да, то здесь сетка с таким, вот если ставить сзади слэш-16, она будет равна сетке класса Б по количеству хостов внутри этой сети. Но на самом деле сеть класса С это слэш-24, то есть на самом деле первые три актета используются для номера сети, а последние актеты используются для номера хоста. На самом деле это крайне расточительное использование адресного пространства, так сказать, привело к тому, что появились подсети, да, у больших сетей, а для сетей класса С появились так называемые суперсети. Появился так называемый цидр, то есть класслос интердомейн рутинг. Эта история связанность, ну вот здесь просто картинки показаны, как росло количество хостов по годам, да, и как изменялись размер таблиц маршрутизации. Потому что когда у нас в основном к сети стали подключаться сети класса С, потому что класс Б и класс А были розданы, и они как-то там болтались непонятно где, с большим неиспользуемым пространством адресов. А классы С стали широко использоваться, и таблица маршрутизации вот на роутерах, она стала пухнуть. В результате, собственно, и пришли к этой идее построения вот этой бесклассовой междоменной маршрутизации, чтобы можно было использовать так называемый префикс. То есть вы для целого пула сетей в маршрутизаторе записывали префикс, и в результате при помощи этого префикса, так сказать, вы весь этот пул сетей адресовали. То есть ставили этот префикс в соответствии с портом, и все пакеты для этих сетей улетали в этот порт. Значит, ну вот здесь снизу приведен пример, да, 192-168-00-22. Вот 22 сзади – это на самом деле замаскированные биты в правой части вот этого вот четырех аптетов, которые отводятся для номеров хостов. А все, что слева от этих битов будет, да, так сказать, ну в данном случае, если взять слэш-24, то это будет вот этот последний нолик, да. А мы берем еще один разряде, так сказать, вперед добавляем, и это у нас уже будет, да, слэш-22. Ну или там два разрядика. Таким образом, вот CIDR задает адрес сети в качестве префикса. Причем, ну мы так говорим, адрес сети, причем вот префикс за префиксом может стоять сразу много сетей. И на самом деле, когда раздается адресное пространство, вот ориентируясь на, ориентируясь на вот эту бесклассовую, междомерную маршрутизацию, то тому, кто запрашивает вот этот блок адресов, выдается вот такой вот префикс. А дальше он может с этим префиксом делать все, что угодно. То есть внутри себя дробить, так сказать, раздавать сетки, подсетки и так далее. И уже маршрутизацию организовывать внутри себя по своим собственным политикам. На самом деле, здесь мы приходим к следующему концепту, который реализован в современной сети, так сказать, реализован в бордере-гейтвей-протоколе, четвертой версии. Это концепт автономной системы. То есть каждому префиксу или множеству префиксов ставится в соответствие номер. Значит, и этот номер выделяется в так называемой автономной системе. Ну, проще всего как бы автономную систему ассоциировать с каким-то провайдером, потому что само определение автономной системы говорит о том, что вот это множество сетей за этим префиксом, оно управляется единой политикой маршрутизации. Поэтому очень часто говорят, что маршрутизация в современном интернете политическая. Ну, подразумевают не политические партии, не политическое государственное устройство, а подразумевают то, что владелец автономной системы сам определяет, как пакеты могут приходить в его автономную систему и как пакеты из автономной системы будут уходить. И при этом на самом деле не факт, что используются наилучшие технические точки зрения маршруты. Здесь уже экономика вступает в дело, поэтому какие-то маршруты могут быть более дорогие, какие-то менее дорогие, да, так сказать. Основной трафик может отправляться по этому маршруту, а какой-то маршрут может быть резервным. Соответственно, автономные системы могут быть только, так сказать, работать на условиях пиринга, а могут выступать и в качестве транзитных. Соответственно, есть такое понятие анонсирования маршрутов, да, то есть вот в таблице маршрутизации каждый ротор, который поддерживает вот этот протокол BGP-4, он выполняет функции как отправки соответствующих, так сказать, сообщений, которые, собственно, представляют анонсы тех систем, которые доступны через него, так и принимают чужие маршруты для того, чтобы исправлять свою собственную таблицу маршрутизации, которая используется для как раз маршрутизации пакетов. Ну вот на этой картинке у нас есть четыре автономные системы, вот три из них в левой части, это, так сказать, у нас между ними реализован пиринг, да, вот как раз. А вот автономная система AS-4, так сказать, она имеет пиринг только с автономной системой AS-3, а все остальное ей доступно только через транзит, через AS-3. Значит, тут есть такой нюанс, раз уж мы говорим экономики, пиринг, как правило, бесплатный, а транзит уже за денежки. То есть, когда вы используете какую-то систему в качестве транзитной, которая выступает для вас так называемым апстримом, то за этот апстрим вам придется платить. Значит, самое интересное, а как же, собственно, распределяется адресное пространство? Потому что, понятное дело, что, так сказать, ну, когда мы имеем всего четыре актета на сетях IPv4, да, то количество адресов, хоть и безумно большое, но все-таки ограниченное. На самом деле, когда мы говорим, что IPv6 бесконечен, да, 128 битов, так сказать, все, что угодно мы можем туда насувать. На самом деле, в принципе, конечно, IPv6 конечен, но только, как бы, достичь этого конца нам очень сложно. Поэтому проще всего, конечно, на IPv4 сетях рассматривать все вот эти вопросы с исчерпанием адресного пространства и так далее, тем более, что оно уже наступило. Итак, кто распределяет адреса? Значит, распределение IP-адресов – это одна из так называемых ААН-функций, и она возложена, была, уже была, на ИАН. Такая организация, ну, не организация, точнее, скажем так, изначально ИАН представляла в лице, так сказать, единственного человека, Джона Постала или Постала. Я, честно говоря, не знаю, как более правильно или вообще как правильно. Но, тем не менее, значит, он распределял, так сказать, вел табличку этих ресурсов и так далее. Значит, сейчас, на самом деле, есть ICAN, да, учредила некоммерческую организацию PTI, на которую возложены эти ИАН-функции. Ну, традиционно все равно это все называется ИАН. И вот ИАН, так сказать, распределяет, изначально является первым уровнем распределения адресного пространства. Значит, когда интернет разросся, так сказать, из единого центра распределять пространство стало сложно, был, так сказать, введен институт так называемых региональных интернет-регистров, их пять штук. Значит, вот Рай, Парин, Апник, Лакник и Африник. Значит, Трайп – это европейский интернет-реестр, Арин – это североамериканский, Апник – это регион Тихоокеанский, да, вот, эта область, там самый большой клиент – это Китай, у которого есть еще национальный интернет-реестр. Ну и Африник, понятно, Лакник – это Латинская Америка, и Африник – это, понятно, так сказать, Африка. Значит, вот ИАН выделяет им блоки большие, там, слышишь, восемь, так сказать, и очень большие блоки адресов, то есть префикс по большому счету представляет себя только первый актет, да, все остальное, так сказать, уже отдается наотку этим большим региональным интернет-реестрам. Вот в Апнике существует еще такое, да, значит, за этими региональными интернет-реестрами уже появляются так называемые локальные интернет-реестры, так называемые лиры. Ну, я вот их тут привел, один традиционно, один из самых старых, это Росниерос, да, так сказать, ну, и поскольку я сотрудник МСК-АЭКС, то я МСК-АЭКС сюда в качестве второго в окну. На самом деле в Российской Федерации локальных интернет-реестров очень много, по количеству локальных интернет-реестров в РАЙПе мы занимаем там чуть ли не первое место. И адресов на Российскую Федерацию IPv4 выделено достаточно много, поэтому, в общем-то, и тормозится внедрение стандарта IPv6. Значит, ну, вот, например, в Апники между лирами и лиром существует еще одно, как бы, такое промежуточное звено, это так называемый национальный интернет-реестр. Китай себе выбил такую, как бы, привилегию, и вот китайцы имеют национальный интернет-реестр и распределяют, как бы, внутри Китая эти адреса в соответствии с правилами и политиками этого национального интернет-реестров. Значит, у каждого из региональных интернет-реестров есть свои собственные политики распределения адресного пространства. Но вот сейчас все эти IPv4 кончились, да, то есть IPv4 адреса кончились, поэтому, ну, что значит кончились? На самом деле, условно говоря, в том же IPv4 их немножко осталось, совсем мало. Их, так сказать, в принципе, если очень-очень-очень-очень попросить, то могут, так сказать, одну сеточку и выделить. Но при этом, на самом деле, жизнь же не стоит на месте. То есть некоторые владельцы больших пулов адресов, когда, так сказать, они их получили еще на заре интернета, они в настоящее время от них отказываются. И поэтому, в принципе, появился рынок IP-адресов, когда IP-адрес можно купить, можно продать, можно арендовать и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот. И, условно говоря, 100 долларов за адрес, это, в общем-то, как бы стандартная, так сказать, цена, если вы там найдете продавца или покупателя. Одно время, ну, мы относимся к европейскому, естественно, реестру, да, к РАЙПу, так сказать. Одно время в РАЙПе была политика перераспределения адресного пространства, в том числе и коммерческого перераспределения. Но, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, сейчас РАЙП эту политику на коммерческой основе прикрыл. Осталось только перераспределение на основе отказа от блоков и, так сказать, удовлетворения заявок в случае наличия такого свободного пула адресов. Да, значит, у локальных интернет-реестра появляются так называемые клиенты, да, ну, то есть операторы связи или, так сказать, какие-то другие, ну, обычно, так сказать, другие потребители, да, и это называется, и, так сказать, им выделяются уже, соответственно, блоки из локальных интернет-реестра. При этом, на самом деле, как правило, такие клиенты не имеют своих собственных автономных систем, соответственно, они не являются субъектами политики маршрутизации, да, и пакеты у этих клиентов входят в соответствии с правилами и политиками, политиками, которые, так сказать, определяют те сети, в которые они включаются. Значит, если же вы сами хотите, так сказать, определять политику маршрутизации своих пакетов, то, соответственно, в локальном интернет-реесте вам надо будет получить номер автономной системы. В этом случае, как только вы его получите, вы можете получить провайдер-независимый блок непосредственно в райпе, да, не через рир. Вот, и в этом случае определять свою собственную полейку, если только вам придется, как бы, 2 апстрима получить, да, потому что, ну, как правило, надо для устойчивого соединения сетью иметь 2 канала приема передачи данных. Значит, от маршрутизации распределения адресного пространства мы с вами переходим к системе ДНС и поговорим о двух ее ипостасях, да, важных, так сказать, моментах. Это, собственно, об именах и серверах. Сначала об именах. Значит, вообще во всей этой истории с доменными именами надо вот что понимать, что у всего есть история. И когда говорят о системе доменных имен, то говорят о так называемом интернете с человеческим лицом, потому что вот эти замечательные цифры, да, несмотря на то, что, так сказать, придуманы различные нотации, записи адресов, ну, в частности, для IPv4, вот четырехаптетная нотация, для IPv6, там, с этими двумя точками и так далее, надо все-таки в голове всегда понимать, что любой адрес, на самом деле, это, ну, если говорить IPv4, 32-разрядное целое число без знака, двоичное, да, а если говорить IPv4, то это 128-битное число, опять же, целое без знака, двоичное. И такими категориями, как бы, мыслить достаточно сложно. Поэтому необходим какой-то интерфейс для того, чтобы эти цифры запоминать. Вот доменные имена таким, собственно, интерфейсом и являются. То есть вы запоминаете имя, и система DNS вам ставит соответствие этому имени, так сказать, некий IP-адрес, который, собственно, использует ваше приложение для взаимодействия, там, с серверами или другими какими-то приложениями, если там не используется клиент-серверные модели. Значит, сами доменные имена появились изначально, когда никакого World Wide Web не было, а была электронная почта. Доменные имена придумывались для имен хостов, на которых пользователи имеют некие почтовые ящики. Соответственно, условно говоря, вы писали Джону из университета Уклы, и вот, так сказать, доменное имя этого университета Уклы, ну, а точнее, сервера электронной почты этого университета, она как-то должно было иметь. Соответственно, так сказать, изначально предполагалось, что имя хоста, оно будет одиночное, не вот с такой иерархией хитрой, да. Вот, а вся иерархия, она должна была записываться слева, вот от символа лягушки, да. Но, так сказать, потом... Товарищи Постел покумекали, покумекали и решили, что нет, давайте все-таки иерархию хостов сначала введем, а юзер, так сказать, на машине, он будет, так сказать, сам по себе такой вот один слева от лягушки, хотя сейчас у нас точка слева тоже используется во многих адресах электронной почты, и при этом, так сказать, причина использования этой точки может быть самая разная. Итак, если подходить к современной системе, то, как бы, у нас вся система доменных имен может быть представлена в виде дерева этих самых имен, да. То есть, наверху у нас есть корень, а ниже начинаются там домены, так сказать, верхнего уровня, домены второго, третьего и так далее уровней. И имя каждого из этих уровней отделяется от имени предыдущего уровня вот этой самой точкой. Значит, первое, что нужно помнить, это то, что рут у нас безымянный. Вот здесь вот она, точка у меня стоит, да, наверху, и в скобочках написано рут, но на самом деле имя, имя рута, безымянное имя рута, оно находится справа от точки. То есть, точка отделяет безымянное имя рута от имен всех остальных уровней. Вот ниже рута, да, у нас находятся имена так называемых топ-левел домен или TLG. Вот этих TLG, на самом деле, в зависимости от того, как они появились, какие правила, так сказать, регистрации доменов второго уровня в этих TLG, как они распределяются. Значит, их множество всякое разное. Значит, тут самые старые, да, так называемые general top-level домены, это com, network, meal, еду и так далее, и так далее, да. Значит, они появились, когда только DNS зарождалось. Вот, и ими управляет непосредственно, на самом деле, то есть их делегированием занимается, точнее, не делегированием, а установкой правил регистрации в этих доменах, на каменах заменяется непосредственно ICANN. так называемый STLD, это спонсорит домены, top-level домены, которые появились чуть позже. Вот, так сказать, право управления доменами, опять же, выдает ICANN, туда вот попадает AR, CAD, и так далее, то есть, у этих доменов есть так называемая организация спонсоров, есть администратор, ну и, соответственно, так сказать, есть реестр этих доменов. Вот, AR и CAD, я здесь вынес, вынес, вот по какой причине, вот, очень часто, например, про CAD говорят, что это домен Каталонии, да, на самом деле, не так. Значит, это так называемый культурно-языковый домен, то есть, домен всех ресурсов, которые относятся, так называемому, к каталанскому языку, то есть, на самом деле, и французские, многие организации могут иметь домены, вот в доменной зоне CAD. Ну, а AR предполагает, что вы имеете некое отношение к аэронавтике, да, ну, условно говоря, если у вас есть лицензия пилота, то вы можете зарегистрироваться в домене Aero, то есть, это не только аэропорты и авиакомпании, в принципе, так сказать, если вы пилот, то вы можете иметь там свой собственный домен. Да, это просто к чему, что политики регистрации доменов в каждой доменной зоне могут быть совершенно разные. Отдельно стоит выделить вообще этой схеме так называемый кантри-код топ-левел-домена, да, CC-TLD, вот здесь их, их много на самом деле, да, но я привел три самых старых наших, да, Русу, ну, и кириллический домен, то есть, домен на национальном языке, это домен Aero. Значит, ну, и в последнее время вся эта вот палитра топ-левел-доменов, она у нас расширилась за счет так называемой программы NewJet, TLD, новых General топ-левел-доменов, там их аж целых 1900 штук воткнули, значит, в Российской Федерации они тоже есть, ну, в частности, Яндекс, Москва, Москва. Значит, ну, все, что ниже, да, это домены третьего уровня, то есть, домены второго, пардон, уровня, вот, CCTLD, RU, например, домен Координационного центра, тот же Яндекс, Mail, это все домены второго уровня. Вот, на самом деле, вот здесь написаны доменные имена, да, что-то с точкой на конце, что-то без точки на конце. Значит, честно говоря, да, вот эта точка на конце, да, а вот там, где ком, нет, торг и так далее, точек нет. Значит, я это, для чего сделал, для того, чтобы отдельно не городить слайд по поводу, так называем, full qualified domain name FQDN, да, значит, если на конце доменного имени есть точка, то это, так называемое FQDN, и приложения, которые работают с доменными именами, они по умолчанию, да, то есть в резолверах, это сервера, к которым вы обращаетесь за помощью разрешения доменного имени, то есть вы им сообщаете доменное имя, а они вам выдают IP-адрес, значит, существуют так называемые настройки умолчания, и среди них есть настройка, которая говорит, что если не указанная FQDN, как, каким образом еще можно расширять доменное имя, которое вы сообщаете этому самому резолверу. Соответственно, вот если вы сообщаете без точки на конце, то резолвер вам чуть сзади может подставить, а если вы сообщаете ему FQDN, то, соответственно, резолвер вам ничего не подставляет. Значит, если кто-то из вас, например, на Django программирует, да, там, использует в питоне эту библиотеку, то вот там с этим FQDN есть налеты. И очень часто, когда вы используете вот библиотеку резолвера или библиотеку, или приложение, которое использует Django библиотеки, работа с DNS, там могут быть такие вот эффекты, связанные как раз с использованием FQDN. То есть там в ряде библиотек можно использовать частично заданные доменные имена, а в части библиотек обязательно использование FQDN. Это на самом деле касается всего чего угодно, просто поскольку питон один из самых популярных языков, я вот обращаю ваше внимание на это. Ну а Django, сам фреймворк достаточно популярен в последнее время. Значит, как работает система DNS, то есть мы переходим к тому, что называется DNS сервера. То есть на самом деле система DNS является распределенной информационной системой. Значит, в качестве базы данных этой системы используются авторитетные сервера. Это вот сервера, которые справа. Вот. Да. А в качестве инструмента поиска в этой системе используется сервер, который указан в центре. Так называемый DNS резолвер или кэширующий DNS сервер. Значит, как происходит поиск информации? Вот здесь стрелочки 1, 2, 3, 4 и так далее. Ну, мы сейчас с вами поговорим просто устно об этом. Значит, вот вы конечный пользователь, да. У вас, так сказать, установлено что-то там, ну, допустим, браузер или электронная почта или что-то еще. Значит, что вы используете для доступа к информационным ресурсам интернету. Соответственно, вы там вколачиваете доменное имя, допустим, в адресной строке, да, но по доменному имени, конечно, никакой информационный ресурс, так сказать, вам доступен не становится. То есть, на самом деле, для того, чтобы зайти на сервер, допустим, тот же, я не знаю, например, островок, да, для того, чтобы что-нибудь забронировать, вам надо получить IP-адрес этого сервера, потом, так сказать, вы законнектитесь по IP-адресу, потом, вы, кстати, опять сообщите через HTTP-протокол, на самом деле, и через HTTPS доменное имя, куда вы хотите законнектиться, значит, по TLS-у, как бы, это имя привяжется к сертификату на этом сервере, ваш браузер, все там, т.д. Но это будет все потом. А сначала, вы для доменного имени, должны получить IP-адрес. С этой целью, так называемый, стаб-резолвер, то есть, это элемент библиотеки, который установлен на вашем компьютере, значит, это может быть системная библиотека, да, это может быть элемент вашего браузера, вы обращаетесь к вот этому самому кэширующему серверу или резолверу, кэширующему серверу системы DNS. Именно ему вы поручаете поиск этого самого IP-адреса, да, вот этот сервер в центре, вот именно ему вы поручаете поиск этого адреса. И вот он уже начинает осуществлять на самом деле так называемую процедуру рекурсивного поиска. Сначала он обращается к своему кэшу, то есть, к своей базе данных в соответствии между именами и адресами. Ну, кэш появляется как? Не только вы пользуетесь этим резолвером. Обычно резолверы это резолвер либо провайдеры, либо это публичный DNS резолвер, например, 4 восьмерки, да, или там, например, четыре единички или там четыре девятки. Соответственно, там уже какие-то соответствия внутри этой базы данных есть. Соответственно, если он там находит это соответствие, то он ни в какую систему DNS никуда не ходит, он сразу вам отдает это соответствие и на этом собственно вся процедура поиска и прекращается. Но если в него базе данных такого соответствия нет, то он начинает вот эту самую рекурсию. Сначала он возьмет то, что справа в вашем доменном имени так называемый топ-левел домен и пойдет к авторитетному серверу корня системы DNS. Авторитетный сервер корня системы DNS, конечно, не знает IP-адрес того ресурса, но в данном случае Kremlin.ru, который вам нужен. но зато он знает адреса авторитетных серверов домена, ну в данном случае нашего RU, и он вам отправит так называемый реферал, то есть он вам сообщит IP-адреса этих серверов, то есть он скажет, кто является DNS-ами для этой зоны и какую информацию об этих DNS-ах он имеет. Соответственно, резолвер, используя эту информацию, пойдет к этим серверам выяснять, а знают ли они соответствие между этим доменным именем и адресом. Ну мы в данном случае ищем адрес, потому что искать в принципе можно не только адрес. Значит, вообще говоря, сервера зоны RU тоже не знают этот адрес, и они вам пришлют реферал серверов зоны Kremlin.ru, которые уже этот самый адрес знают. То есть резолвер пойдет к этим серверам, используя информацию от серверов, домена RU, да, и они уже сообщат, собственно, IP-адрес. Значит, это соответствие будет сохранено в кэше резолвера, временно, оно будет сохранено там не навечно, а в каждой зоне указано так называемый TTL, Time to Life, для соответствующего как бы записи информационного ресурса DNS, ну, в данном случае речь идет об адресной записи, которая устанавливает соответствие между именем и IP-адресом. Вот оно будет на время TTL сохранено кэше резолвера, после этого вам этот IP-шник отдадут, так сказать, а дальше, так сказать, вы уже с HTTP-сервером будете устанавливать соответствие, кстати сказать, опять же повторюсь, что HTTP-сервер у вас снова запросит доменное имя, потому что на одном HTTP-сервере может находиться множество разных информационных ресурсов, хостинг у нас, так сказать, он виртуальный, вот, и, соответственно, уже на месте надо разбираться, собственно, какой информационный ресурс, который размещен на этом хостинге, вы запрашиваете, ну, и плюс сейчас, поскольку все HTTP-взаимодействие происходит в соответствии с HTTP-сервером, то есть вам нужно будет установить TLS-хеншей, а в TLS-хеншейке снова используется доменное имя, потому что именно на доменное имя выдается сертификат, соответственно, так сказать, ваш браузер, когда будет проверять, туда ли он пришел, куда, так сказать, вы хотели, да, он запросит сертификат, сертификат будет привязан к этому самому доменному имени. Но и первое, и второе, да, он уже как бы лежит за пределами DNS, хотя, опять же, используются доменные имена, поэтому, как бы, в настоящее время сами имена, они существуют, функционируют вне зависимости от самой вот этой системы серверов, которые здесь указаны. Значит, на самом деле, вот эта рекурсивная процедура, но это некий такой наивный, упрощенный взгляд на то, как осуществляется поиск соответствия между именем и какой-то информацией. Ну, во-первых, не обязательно как бы IP-адрес вы можете искать. То есть, вы можете искать тот же самый сертификат, то есть, Dane позволяет найти сертификат через DNS. Дальше, вы можете искать какую-то TXT-запись. Тот же Яндекс просит вас поместить такие TXT-записи в зону для того, чтобы подтвердить, что вы управляете этой зоной. Очень часто, когда выдают TLS-сертификаты по упрощенной схеме, та же самая просьба, так сказать, вы поместите что-то там в зону, и мы как бы подтвердим, что да, действительно, вы этой зоной управляете. Кроме всего прочего, на самом деле, DNS позволяет осуществлять поиск имен по адресам, то есть используется специальным образом из адреса, а точнее из нотации IP-адреса сконструированное доменное имя, так называемые записи поинтеры или ПТР, и, так сказать, этому имени обычно записываются так называемые обратные нотации, и этому имени, вот этому специально сконструированному имени ставится в соответствие так называемое ставится FQDN того ресурса, который, собственно, ассоциируется с этим адресом, так называемое каноническое имя. Очень часто это используется, когда вы проверяете, так сказать, удостоверенность той электронной почты, которая к вам приходит. Значит, кроме всего прочего, значит, система DNS используется в Е168, это вот так называемое сфровое неравенство, когда вы переносите телефонные номера от одного провайдера услуг другому, там, условно говоря, из МТС, например, в Мегафон. Значит, там тоже используется система DNS. Значит, кроме всего прочего, через систему DNS ведется учет распределения адресного пространства, так называемые обратные зоны. То есть, одно дело вот соответствие доменному имени, а другое дело, когда, так сказать, вы большие блоки бьете на маленькие и в обратных зонах прописываете это соответствие. Это важно делать, потому что таким образом, так сказать, устанавливается цепочка. выделения адресного пространства, как правило, провайдер или лир такие обратные зоны ведут. То есть, на самом деле, применение самой системы DNS в рамках вот как основной, то есть, в рамках инфраструктуры интернета, она достаточно разнообразна вот и широко, скажем так. Вот. И, кроме всего прочего, сама система DNS, она обеспечивает непривязанность какого-то информационного ресурса непосредственно к IP-адресу. То есть, вы можете множество IP-адресов назначить там, условно, к тому же Яндексу, да, вот. И в зависимости от того, от условий получения доступа, так сказать, можно получать либо все эти адреса, либо какой-то один. Ну, в частности, например, тот же резоввер в определенном режиме, но, скажем, в Амазоне это реализовано, так сказать, он прокидывает на авторитетный сервер IP-адрес клиента. И в зависимости от этого авторитетный сервер выдает IP-шник с точки зрения топологии сети ближайшие для того, чтобы время отклика для соответствующего клиента от информационного ресурса, куда он идет, было минимально. Это так называемое геораспределение информационных ресурсов. Часто в CDN-ах так сделано, ну, Амазон один из самых больших CDN-ов, вот там это используется. Это, конечно, нарушение приватности, так сказать, здесь на чашу весов мы имеем два разных момента, но, тем не менее, такая технология существует. Ну, о DNS-секе несколько слов, HTTPS сказал, поэтому вот скажу несколько слов о разном. DNS-сек, дох и дот, буквально. Значит, на самом деле у UDP, который являлся основным транспортом для системы DNS, есть, в общем, такая родовая травма или, так сказать, недостаток, значит, его можно подспущить. То есть, в принципе, можно, так сказать, вместо реального ответа подсунуть какой-нибудь ответ неправильный, да, то есть, осуществить атаку на резолвер, резолвер закэширует бог знает что, ну, и в результате вместо там Kremlin.ru вы пойдете на какой-нибудь дубликат этого самого Кремлина, который, черт знает что будет у себя там публиковать. Вот, для того, чтобы такого сорта отравления кэша не происходили, значит, и для того, чтобы все-таки ответ DNS серверов авторитативных был достоверным, была придумана спецификация, то есть, так называемое безопасное расширение протокола DNS, которое носит название DNS всех. Значит, самый важный момент здесь заключается вот в чем, что совершенно неважно, из какого источника вы получаете данные о соответствии между доменными именами и IP-адресами, важно, что эти данные подписаны, да, можно выстроить цепочку доверия, и вы всегда можете удостовериться, что данные верны. Значит, корень доверия лежит в корневой зоне, да, так сказать, резолвер получает так называемые key-side-on-key секретные, да, открытые key-side-on-key лежит на резолвере, есть RFC, который определяет, ну, то есть, правила, по которым резолвер обновляет вот эти key-side-on-key, ну, и, соответственно, вы при помощи этих ключей как бы удостоверяетесь, что данные, которые вы получаете, они достоверны. На самом деле существует два ключа, да, вот, KSK и ZSK, это зон сайдном key, который подписан в KSK, вот, и если KSK для DNS, например, для корня менялся всего один раз, за всю его историю, то вот эти ZSK, они меняются раз в квартал. Соответственно, для доменов TLD они сейчас почти все подписаны, значит, почти у всех есть, то есть, внедренный DNSSEC, для RORF, соответственно, он тоже внедрен, соответственно, раз в квартал происходит вот эта замена ключей и переподписание зоны. Значит, слово сказать, вот эта история с применением DNSSEC позволила реализовать концепцию так называемой хаппер-локала. То есть, это что означает? Что вообще говоря, в принципе, если, так сказать, есть поддержка DNSSEC, то всегда можно реализовать поддержку локального ROOTA, локальных доменов, например, первого уровня и таким образом, так сказать, не лазить, бог знает куда, там, к этим 13 серверам, которые поддерживают ROOT, а срисовывать регулярную зону к себе и тем самым сокращать время отклика от всей системы DNS. Вы всегда будете получать достоверные данные, потому что, так сказать, если используется DNSSEC, то совершенно неважно, из какого источника вы получаете зону, резолвер всегда выстраивает цепочку доверия до корневого сертификата, до ключа и, так сказать, таким образом подтверждает достоверность тех данных, которые момент, который касается секьюрности в DNSSE. Второй момент, ну, аж теперь мы с вами обсудили, поэтому пропустим, вот эти самые DOH и DOT. Значит, на самом деле не было особых никаких надобностей в этой штуке, пока вы использовали свои собственные резолверы, да, и пока вы использовали резолверы провайдера. Потому что для провайдера в общем вы человек, ну, вообще любой клиент, он прозрачен, у него с ним заключен договор, в договоре все кредишнлсы прописаны, поэтому как бы особой там секретности на сетях провайдера нет. Но как только вы начали использовать публичные DNS-резолверы, то вот информация, которую вы запрашиваете в DNS, она начала путешествовать по сети, то есть ваши запросы и ответы, допустим, от тех же четырех-восьмерок, как минимум доходят до браса вашего провайдера, то есть пула, множество пулок клиентов, где стоит, например, кэширующий DNS-резолвер гугла, ну, условно говоря, там, врус-тельке еще, либо и вы вообще можете идти там, бог знает куда. Поэтому озаботились защитой вот этой вот как бы последней милей между вашим стаб-резолвером и резолвером, который вы используете для обеспечения, то есть для поиска в системе DNS. Соответственно, в этом случае DNS-запрос, ну, если брать DOH, например, да, то он отправляется через HTTPS и уже непосредственно на резолвере, да, резолвер поддерживает этот самый HTTPS и уже потом, так сказать, с резолвера он уже использует DNS для того, чтобы опрашивать авторитетные сервера. К слову сказать, DOH хотят внедрить и на авторитетных серверах, но в частности Facebook, по-моему, так и делает. Так что вот секьюрность, приватность, она все больше и больше как бы в нашу жизнь проникает. Надо единственное только понимать, что накладные расходы при внедрении такого сорта технологий, они существенны и количество запросов, которые может обрабатывать сервер, ну, в частности, допустим, резолвер, который поддерживает DOH или DOT, оно гораздо меньше, чем то количество запросов, которые обслуживает обычный DNS-сервер. Но зато безопасно. Никто не подсматривает, не подглядывает, не подмюхивает, что называется, то, что вы куда-то там отправляете.